Три основные причины, почему после похудения вес набирается снова. Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо за участие в этом видео-тренинге. Избавиться от лишних килограммов задача не из легких, но еще сложнее, добившись результата, удержать его, чтобы потерянные килограммы не вернулись снова. Согласно медицинской статистике, только 13% людей, сбросивших вес, не набирают его снова в течение года. Вот три основные причины неэффективности избавления от лишних килограмм. Зная их, вы достигнете нужного веса и останьтесь в форме на долгие годы. Первое – это диетическая депрессия. Любая, даже самая очень мягкая программа снижения веса – это стресс для организма. Прежде чем приступить к сбрасыванию лишних килограмм, убедитесь, что вы морально подготовлены. Иначе на стресс, который вы испытываете, будет накладываться неуравновешенное состояние организма. В итоге это скажется гормональным сбоем и повторным набором веса. Для многих еда – это не просто источник энергии. Я люблю еду, люблю процесс поглощения пищи. Пища меня успокаивает, особенно когда грустно и плохое настроение, или наоборот, очень хорошее. Когда я подхожу к холодильнику, рука машинально тянется к дверце, и я съедаю что-нибудь вкусненькое. Я расстраиваюсь, если вдруг не обнаруживаю там кусочек любимого сыра или конфет. Да чего угодно, что можно было бы перехватить прямо сейчас. При этом я очень склонна к полноте и испытываю чувство вины за каждую съеденную плитку шоколада. Что же делать в таком случае? Перестать винить себя и начать получать удовольствие от пищи. Сделать полезную пищу более красивой, более аппетитной. Если вы скушаете что-то вредное, не винить себя. Ведь у здорового организма есть все ресурсы избавиться от ненужных токсинов и не накапливать жиры. Избавиться от диетической депрессии вы сможете, изменив привычку пищевого поведения и перестроив организм на биологические часы. Возвращая распорядок дня, вы избегаете стрессов, и организм начинает работать в нужном ритме. Второе – проблемы со здоровьем. При снижении рациона вы урезаете калории и замедляете обмен веществ. Организм устает, подстраивается и начинает экономить энергию. Происходит вмешательство в физиологические процессы. Многие, стремясь похудеть, начинают урезать рацион. Логично? Но при этом забывают подумать о том, как же реагирует организм на изменения. Поэтому в своих программах я предлагаю сначала восполнить организм всем необходимым. Витаминами, минералами, микро-макроэлементами. Только после того, как у вас восстановятся все органы и системы, когда у вас появятся силы и энергия, вы начнете худеть. Этот этап называется подготовка. И пропустите его все равно, чтобы просто так начать мучить себя. Ведь вес возвращается вместе с проблемами со здоровьем. Сделайте общий анализ крови. Биохимию, энзимы печени, гормоны щитовидной железы, B12, витамин D. Дополнительные анализы по необходимости, в зависимости с вашим состоянием здоровья. Когда организм испытывает голод, он пытается себя защитить, откладывая питательные вещества в запас, то есть в жир. Эту ошибку совершают практически все, кто пытается похудеть. Вы должны принимать пищу часто, но маленькими количествами. Не есть мало и не голодать. Это не означает, что можно объедаться и есть сколько угодно. Пища должна содержать не только необходимые белки, жиры и углеводы. В рационе должны присутствовать необходимые вам витамины и минералы. Кроме того, они должны усваиваться. Поэтому, когда я составляю рацион питания, то учитываю физиологические особенности вашего организма. Вы получите точную рекомендацию, какие продукты вам необходимы, в каком количестве, как они должны быть приготовлены для лучшего усвоения. Сможете ли вы получить необходимый витамин или минерал из продуктов, или необходимо взять пищевую добавку. Какую и в каком количестве. Третье – это эффект йою, при котором вес снижается и набирается снова. Каждый раз, когда идет повторный набор веса, жировые клетки увеличиваются в объеме и начинают делиться. Увеличивается их количество. Поэтому в следующие разы сбросить и удержать вес становится все сложнее и сложнее. Это происходит как с быстрыми, так и с медленными диетами. Чтобы избежать йою-эффекта, необходимо изменить привычки пищевого поведения. Одной мотивации недостаточно. Мотивация – это как батарейка. К концу дня ее заряд заканчивается. А привычка – она с вами. Она превращается в рефлекс. Поэтому вы на автомате будете питаться полезными для вас продуктами. И сохраните нужный вес на долгие годы. Если вы спросите меня, что лучше, какую диету или систему лучше выбрать, то скажем честно, я не знаю. Я не знаю, как вам похудеть. Я не знаю, как работает ваш организм. Усваивается ли у вас пища. Есть ли проблемы с желудочно-кишечным трактом. Или проблемы с гормональным фоном. А самое главное, какая основная причина набора веса. Когда я буду знать основную причину набора веса, то точно смогу ответить на этот вопрос. Как похудеть и не набрать вес снова? Запишитесь на консультацию и узнаете основную причину лишних килограмм. Для этого заполните анкету, которая находится внизу под видео. И также посмотрите мою историю снижения веса. И будьте здоровы!